добрый день хочу рассказать вам о финансовых пирамидах и сетевом маркетинге то есть объяснить вам разницу что же это такое но начну с финансовых пирамид финансовые пирамида обычно организовываются людьми которые хотят нажиться нажиться на доверчивых людях но это принципе пустышка это люди продают воздух можно так сказать как правило вот на тех мероприятиях есть вы туда попадете вам будут объяснять что они никому не платят не какому-то там дяде своему что у них не складируется продукция что у них так все просто там что вот ты придешь заплатишь найдешь каких-то там два три человека это будешь весь в шоколаде что как правило у них очень успешная команда вы подключайтесь приведи сюда еще ну и так далее на самом деле зарабатывают там в основном люди которые стоят верхушки то есть организаторы я не хочу сказать что там нельзя заработать заработать там можно да но я считаю это нечестным бизнесом мало того некоторые люди приходят туда не просто не понимают куда они попали но другие делают это умышленно я считаю что не портят свою карму то есть они как-никак все-таки это обман пирамиды эти работают как правило недолго и потом вдруг начинает организовываться следующая пирамида которую скорее всего организовали то те же самые люди и это может быть другая группа людей и вам будут утверждать что такого никогда еще не было но они мало чем отличается друг от друга схема принципе одна и та же маркетинг где-то что-то подделали что-то там даже смешно говорить но в любом случае я к пирамидам а к финансовым пирамидам отношусь плохо потому что я не хочу сказать что я в них не участвовал потому что раньше я даже не понимал разницу между сетевым маркетингом и финансовой пирамиды потом потом я это понял и сейчас вот хочу как раз вам объяснить насчет вот сетевого маркетинга или млм называет его еще что такое маркетинг маркетинг это английское слово которое означает сбыт торговля продажа такое вот а сетевой маркетинг это то есть продажи сбыт с помощью сети раньше вот почему еще кстати негативные отношения в основном было сейчас уже люди многие понимают что это не то потому что вот этих как крупные компании сейчас есть у них такой маркетинг это что дистрибьютор который туда приходит он закупает много товара ему надо вот этот товар весь продать сбыть как говорится тогда он что-то заработает зарабатывают в основном в тех и компаниях и так уж много то есть но не все это понимают потому что некоторые создали все-таки сеть таких же продавцов они зарабатывают крупные довольно таки деньги но сейчас в двадцать первом веке сейчас более современный маркетинг сетевой маркетинг и там люди зарабатывают довольно таки большие деньги и в принципе в принципе можно вообще там не торговать то есть человек приходит и он создает просто сеть потребителей и на этом зарабатывается довольно таки большие деньги больше чем вот я например тоже работаю в компании в которой в принципе можно не торговать но можно конечно по при желании продавать заниматься продажами но вот смотрите вот можно покупать ну примерно вот одна такая штучка это у вас активность на месяц и ты ее просто используешь на себя нас на свою семью этого достаточно мало того она если продукция тебе нравится ты рассказываешь другому человеку он приходит посмотрит тоже захотел то же самое вот в чем разница сетевого маркетинга то есть сетевом маркетинге люди покупают продукцию продукцию и на этом зарабатывают зарабатывают потому что строят сети финансовых пирамидах там продают воздух ничего вы как правило там люди просто теряют деньги вот в прошлом своем видеоролике я рассказывал о своем блокноте когда я на мероприятие приехал попросил людей с которыми познакомился написать в них по желаниям ну и что вы думаете все люди которые там писали практически все они зарабатывают большие деньги почему да потому что сетевой маркетинг тоже приходят разные люди также там я вот эти вот люди которые мне там писали они пришли в сетевой маркетинг потому что им продукция понравилась потому что они поняли что на этом можно зарабатывать хорошие деньги они этим занимаются и они вот и и они зарабатывают хорошие деньги я тоже такой же кстати к ним отношусь а если другие люди кстати прошлом ролике я тоже они их рассказ о нем рассказывал когда я познакомился с человеком который говорил что в 20 лет в сетевом маркетинге и ни одного человека не подписал почему потому что человеку этому нравится работа в на которой он работает но нравится продукция на сетевой компании он там ее покупает покупает ей пользуются есть такие люди почему бы нет а а тут ничего нет удивительного ведь продукция сетевых компаний как правило это разработки ученых разработки институтов разработки каких-то передовых предприятий сетевом маркетинге компании которые этим занимаются сетевым маркетингом они чем занимаются они производят них своя марка они занимаются доставкой полностью обеспечивают вас с инструментом то есть у вас есть свой сайт вы можете даже продавать через свой сайт магазин то есть вас обеспечивает полностью приходи работой хочешь просто покупать со скидкой вот в нашей компании примерно вот такую же штучку можно купить с 30-ти процентной скидкой то есть вы на год покупаете себе этот бизнес и дальше вот продукция вам это нравится вы покупаете у себя с такой хорошей скидкой то есть вы можете покупать уже как дистрибьютор а можете покупать как покупатель то есть вы пришли на чей-то магазин купили ага между прочим вы купили вам понравилась продукция думаете а зачем вы будете ее покупать так если можно покупать дешевле вот в чем разница то сетевого маркетинга я считаю что сетевой маркетинг это честный бизнес как и другой любой бизнес имеется ввиду вот что на земле которые там магазины по открывали то же самое вот у нас сетевой маркетинг это же самые продажи и вот в сетевом маркетинге можно стать успешным любому человеку не обязательно быть там семи пядями во лбу какими-то этими вот действительно просто пользоваться продукцией его продвигать для этого вам не обязательно быть высшим даже высшего образования лично у меня высшего образования нету я раньше вообще работал шахтером на и вот когда пришел сетевой бизнес не особо понимал куда я попал но по но что меня там увлекло меня увлекла продукция я когда попробовал ее я понял что она действительно работает и классно и тогда я в полную силу начал этим заниматься то есть я уже набрался опыта и принципе занялся а так что думаю что любой человек от мала до велика может заниматься сетевым бизнесом и там зарабатывать неважно в какую компанию сетевую вы захочете присоединиться но я думаю что если вы захотите присоединиться присоединиться в нашу компанию это будет классно всем удачи